МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Займись делом. Семинар о региональных мерах финансовой поддержки для самозанятых прошел в ЦПП. Прокатиться с ветерком и не попасть в аварию, как правильно ездить на электросамокатах. Собака плюс я. Выставка четвероногих питомцев пройдет в Сарове. Далее расскажем обо всем подробно. 99,8% учеников начальных классов получают в школах бесплатное горячее питание, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Оставшиеся 0,2% – это ученики в отдаленных маленьких населенных пунктах, где в 20 образовательных учреждениях нет специальных пищеблоков. Все школьные пищеблоки приведены в должное состояние, рассказала Попова. На старте программы не соответствовали санитарным нормам почти 2300. Запущена горячая линия для родителей. В 2022 году на нее поступило более 28 тысяч обращений, большая часть которых – это консультации и пожелания по вопросам питания детей. Родители могут контролировать питание ребенка каждый день, и мы очень плотно работаем с родителями. Мы создали целую специальную методическую такую, как родителям проконтролировать питание в школе, как это организовать. И на сегодняшний день, вот за прошедшие два года, каждый год проходится не менее чем в 35 тысячах школ мероприятие по родительскому контролю. Это такая очень большая сила. О региональных мерах финансовой поддержки для самозанятых граждан, тонкостях участия в государственных закупках, кредитовании и рефинансировании кредитов. Участникам проекта «Заимись делом» рассказала директор департамента по работе с партнерскими организациями ТП Региона Наталья Щукина. Образовательный семинар – этап конкурсной программы «Заимись делом». Победители получат 200 тысяч рублей на развитие своего бизнеса, а также поддержку по продвижению услуг. В свои 19 лет Ксения Зубова уже преподает восточные танцы. Любимым делом она начала заниматься этой зимой, тогда же и оформила самозанятость. На проект «Заимись делом» девушка пришла получить поддержку для развития своего дела. Я планирую все-таки хорошо разобраться в налоговых системах, как самозанятость, так и ИП, потому что я все-таки в будущем планирую открыть ИП и развить дело, танцами я занимаюсь, то есть какую-то свою студию открыть. Проект «Заимись делом» в нашем городе проходит в третий раз в этом году. В нем принимают участие 52 человека. Цель проекта – оказать содействие в популяризации услуг и продукции самозанятых. Мероприятие проходит в несколько этапов. Самозанятые проходят обучение. Проходит обучение онлайн, что очень удобно, потому что они могут в любое время подключиться к платформе СОП-52 и прослушать вебинары и различные видеоуроки. Затем проходит мастер-класс по мерам поддержки, финансовые меры поддержки, имущественные меры поддержки. Следующий этап, третий этап – это будет бизнес-игра. На этапе бизнес-игра в рамках защиты проектов будут определены трое лучших, которые получат в качестве приза бесплатную разработку сайта, таргет-рекламу и информационную поддержку. Госдума освободила участников СВО от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав в замену траченных. Сейчас пошлина за российский паспорт составляет 1500 рублей, за водительские права – 2000-3000. Действие льготы распространяется не только на время участия указанных лиц в СВО. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Обновленные правила проведения экзаменов на 2023-2024 учебный год утвердил Рособорнадзор. В 11-м классе школьники смогут изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный или наоборот, а для выпускников прошлых лет изменить или дополнить перечень указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ учебных предметов. Изменились сроки, в которые выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ. Со следующего года они смогут сдавать экзамены только в резервные сроки основного экзаменационного периода. В части ГИА теперь допускается проведение итогового собеседования в дистанционном формате. Дистанционно теперь можно будет и подать заявление об участии в ГИА или ЕГЭ. Не доверять мошенникам, которые зазывают людей в военкомат по электронной почте, призвал председатель ЗАГС Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. По его словам, мошенники отправляют на электронную почту приглашение посетить военкомат для уточнения персональных данных, а внутри письма содержатся вредоносные ссылки и программы. Военкоматы не рассылают по электронной почте уведомления и иные документы. Эта рассылка – дело рук мошенников, комментирует Евгений Люлин. При переходе по подобным ссылкам персональные данные могут перейти в руки злоумышленников. День открытых дверей для пациентов с бронхиальной астмой и полинозом пройдет в 1-й поликлинике 20 мая с 8 до 13 часов. Пациенты смогут пройти обследование в рамках диспансеризации и определить функцию внешнего дыхания, а также получить консультацию врача-аллерголога-иммунолога поликлиники номер 1. Предварительная запись доступна через колл-центр по телефону 9 55 11 или через портал пациента на сайте skb50.ru. При себе необходимо иметь паспорт с НИЛС в поле с обязательного медицинского страхования. С ветерком, без пробок и духоты. Электросамокаты прочно вошли в современную жизнь. Летом они легко заменяют автомобиль. На них быстро, минуя дорожные заторы, можно добраться в любую точку города. Но при этом важно помнить – электросамокат – полноценное средство передвижения. И чтобы ездить на нем без аварии и прочих последствий, необходимо соблюдать установленные правила. Кикшеринг аренды электросамокатов добрался и до Сарова. Граждане быстро освоили новое средство передвижения. И теперь на зебрах и пешеходных зонах можно столкнуться с лихачами, которые любят поездить с ветерком. Электросамокат – такое же транспортное средство, как автомобиль или велосипед. А значит, нужно соблюдать и установленные правила безопасной езды. 15 мая на улице Димитрово напротив техникума произошло ДТП с участием электросамоката. Несовершеннолетний подросток, управлявший СИМом, столкнулся с Маздой. Автомашина выезжала с прилегающей территории на главную дорогу и создала помеху для электросамокатчика на тротуаре. За время появления на улицах города электросамокатов на прокат у сотрудников ДТП – это первое дорожно-транспортное происшествие с участием средства индивидуальной мобильности. Но горожане уже не раз становились очевидцами падений и столкновений подростков на электросамокатах. При таких случаях на место приезжают участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних. Техника безопасности, если вот на велосипедах, как вот смотрим, там некоторые ездят с шлема, там на локотники одевают, ДТП. То есть на данных средствах индивидуальной мобильности я ни разу не видел, чтобы кто-то прибегал к таким мерам. Просто если так вот посмотреть, да, если на скорости там в 25 километров упасть, то есть по-любому будут повреждения какие-либо телесные. Ну, здесь зависит все от самих граждан. Если ребенку меньше 7 лет, он может управлять СИМом только в пределах пешеходных зон в сопровождении взрослых. Ответственность за нарушения ляжет на родителей, а протокол отправят на комиссию по делам несовершеннолетних. Детям до 14 лет на электросамокате можно ездить самостоятельно, но тоже только по тротуарам. Лица старше 14 лет могут двигаться на электросамокате по краю проезжей части. Если вы покупаете собственный электросамокат, то обратите внимание, что его мощность должна быть не более 250 ватт. В противном случае ваше средство индивидуальной мобильности будет подпадать уже под категорию М. И, соответственно, ответственность за нарушения ПДД вы уже будете нести как за мопед или мотоцикл. А скорость движения у них там, она как бы заложена программой. Вот что касается именно городских вот этих вот симов, да, там в программе у них заложены именно где вот у учебных учреждений. Там у них скорость она очень маленькая. То есть как бы какими манипуляциями там гражданин, который управляет дальним этим симом, не предпринимал. То есть он не разгонится быстрее. За нарушение ПДД электросамокатчики привлекаются к такой же административной ответственности в виде штрафов, как и велосипедисты. Поэтому, если вы хотите избежать несчастных случаев, будьте внимательны. Не развивайте большую скорость, при которой вы не сможете контролировать движение. Не катайтесь на одном электросамокате вдвоем. У кого есть определенный разум, да, кто, например, думает не только о себе, а еще о тех, кто там идут по тротуарам, дети там с колясками тоже, да, с малолетними, там с детьми, которые находятся. Они же некоторые просто думают о себе. То есть побыстрее как бы прокатиться, разогнаться и все. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Узнать о состоянии своего здоровья сейчас можно в пару кликов. Калькулятор здоровья для самодиагностики запустил Минздрав Нижегородской области. На сайте ведомства в правой части главной страницы есть две активные ссылки – индекс массы тела и шкала скорб. Для определения индекса массы тела нужно ввести пол, возраст, данные о росте и весе. Калькулятор рассчитает ваш индекс и даст рекомендации, если есть избыток или дефицит массы тела. Шкала скорб позволяет оценить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и также дает рекомендации действий, если такой риск присутствует. Особенно важно пройти через алгоритм калькулятора тем, кто не ходит по врачам и считает себя здоровым, подчеркивают в ведомстве. При волонтерском центре «Радость моя» начало работу музыкальное объединение «На доброй ноте». Руководители набирают команду и ждут неравнодушных творческих людей от 14 лет для благотворительных концертов города и выездных мероприятий. Руководитель музыкального объединения «На доброй ноте» при волонтерском центре «Радость моя» Ольга Шема раньше жила в Арзамасе и там участвовала в благотворительных концертах. Ольге понравилась идея нести добро людям через музыку, поэтому она захотела организовать подобные движения и в Сарове. С такой инициативой она обратилась в волонтерский центр «Радость моя». Получив поддержку, Ольга Шема начала собирать творческих людей для своего первого мероприятия – пасхального концерта. 23 апреля у нас состоялся наш первый концерт. Это был пасхальный концерт для детей-инвалидов, который проходил в культурно-просветительском центре Саровского благочиния. В данном концерте приняли участие разные вокальные студии нашего города. К нам присоединилась вокальная школа студии «Дива». Под руководством Василины Данченко к нам присоединилась студия «Волшебный микрофон». Чтобы продолжать благотворительную концертную деятельность и привлечь к этому еще больше творческих людей, Ольга создала волонтерское музыкальное объединение «На доброй ноте». Участники будут выступать как на городских площадках, так и в детских домах, домах-престарелых. На подходе следующее мероприятие – благотворительный праздник «Белый цветок», который состоится 26 мая при культурно-просветительском центре Саровского благочиния. Волонтеры планируют подготовить музыкальную программу. Это будет, естественно, все не на коммерческой основе. Это все благотворительность. И ребята, которые к нам хотят прийти, они должны осознавать, куда они идут. Это все-таки православный центр, и репертуар здесь будет соответствующий. Мы будем петь песни о добре, о любви, о природе, о России. Волонтерское объединение «На доброй ноте» ждет творческих людей от 14 лет, которые хотят дарить добро и любят петь, танцевать, читать стихи, играть на музыкальных инструментах, придумывать и креативить. Присоединиться к команде волонтеров могут и творческие коллективы Сарова. Я всех приглашаю к нам присоединиться. И не бойтесь делиться своим теплом, своей добротой. Людям действительно это очень важно, очень нужно. И не только люди, которым мы это дарим, будут счастливы и рады, но также и мы, кто дарим, будем счастливы от того, что мы смогли сделать кого-то счастливым. Прослушивания и репетиции будут проходить в Православном волонтерском центре «Радость моя». За подробностями обращайтесь к Ольге по телефону 8-910-147-4737 или пишите в группу «На доброй ноте» ВКонтакте. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Бесплатная консультация «Громера». Спортивные конкурсы для четвероногих. Выставка продажи зоотоваров. В субботу, 3 июня, на стадионе юниора пройдет выставка породистых и беспородных собак «Собака плюс я». Подробнее о программе мероприятия и условиях участия расскажем далее. В этом году праздник «Собака плюс я» пройдет в десятый раз. Организаторы готовятся к юбилейному событию с большой ответственностью. В планах провести мероприятие еще более масштабно, чем в прошлом году. В этом году, конечно, мы хотим прям вот с тортиком, с праздником, в общем, чтобы было все приятно, хорошо. Очень надеюсь, что нам погода поможет и не подведет, потому что у нас каждый праздник с какими-нибудь катаклизмами, ливни, дожди, ветры, ураганы, еще только не было. Вот, в этом вроде пока стоит солнышко. В общем, надеюсь, что все удастся и все будет классно и хорошо. По традиции в программе праздника выставка породистых и беспородных собак, экспертизу которых проведет специалист из Нижнего Новгорода. Также четвероногие друзья примут участие в конкурсе костюмов, веселой эстафете и конкурсе «Ребенок и собака». Призы получат все. И сейчас набираем как раз наполняемость праздника. То есть, возможно, еще продажа будет чего-то и для собак, и для людей, что-то интересное, вкусненькое. В общем, посмотрят. Пока у нас все в процессе. Мероприятие пройдет 3 июня на стадионе «Юниор». Регистрация участников с 9.30. Сам праздник начнется в 11.00. Прийти на мероприятие может любой желающий. Более подробную информацию можно получить по телефону. Плюс 7 903 040 88 60. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА